Парк Лебединый рай, пожалуй, самое главное место отдыха для жителей ВЫКС. И то, что именно сюда пришло масштабное благоустройство, не может не радовать горожан. Это прекрасно, когда парк благоустраивается и когда делают какие-то замечательные объекты в нашем городе родном. Очень хочется сюда всегда приезжать, привозить детей. Город наш преобразится. Очень рада, что такие изменения у нас. В рамках благоустройства преобразится входная группа в парк. Будет отремонтирована танцплощадка. Она превратится в многофункциональный амфитеатр, где будут проходить праздники и концерты. Здесь же можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис. Зимой же площадка может быть переоборудована в каток. Завершить комплексное благоустройство в Иксунского парка должны в ноябре этого года. Задача в рамках конкурса ставилась, чтобы все площадки были всесезонными. Максимальный функционал был на каждой из площадок. Мы полностью соответствуем всем наработкам и всем проектным решениям и концепциям, которые у нас разрабатывались проектантами. Соответственно, стараемся сделать не просто красиво, архитектурно, но и чтобы везде был необходимый функционал и жителям было удобно. Грядет и благоустройство набережной Верхнего пруда. Тротуар выложит брусчатки, появятся смотровые площадки и велороллерные дорожки. Плюс к этому приличная пляжная зона. Появится и современное освещение, новые лавочки и урны. Парк «Лебединый рай» уже является центром общественной жизни города. А благоустройство позволит еще больше насытить его территорию смыслами. И сейчас главная задача, которая стоит перед органами местного самоуправления, очень тщательно следить за реализацией проекта. Победа в конкурсе обязывает к тому, чтобы все работы были выполнены на высоком уровне. Мы начали работы по малым историческим городам. Это городам, которые в прошлом году выиграли гранты во Всероссийском конкурсе малых исторических городов. Это города Викса, Саров, Арзамас, Семенов. И в этих городах уже в июне начались работы по благоустройству. В этом году среди победителей Всероссийского конкурса малые города и исторические поселения также числятся четыре районных центра региона. Общая сумма полученных грантов почти 200,5 миллионов рублей. Уже в 2020 году масштабное благоустройство придет в Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Сергей Щеплягин. Время новостей.